Перепутав платформу, в утро понедельника спешащие пассажиры вряд ли бы разочаровались. Попав в вагоны этого поезда, можно отправляться в другие столетия, причем лично управляя составом. В Орле передвижной выставочный лекционный комплекс прибыл в пятый раз. В 2011 по городам России он отправился с платформы Рижского вокзала. Этот поезд демонстрирует прогресс железных дорог, начиная с 19 века. В экспозициях и подлинные старинные атрибуты, и нано-разработки. До чего дошла техника, покажут масштабные макеты. Самый новый пассажирский локомотив – это электровоз ИП-20, электровоз двойного питания. То есть он может эксплуатироваться как на постоянном, так и на переменном токе. А его максимальная скорость пассажирским составом достигает интервала от 160 до 200 км в час. Проводники нано-поезда рассказывают о скоростной ласточке, которая вскоре обещает заменить старой электричке. О двухуровневом поезде, который уже бороздит просторы. И о том, что было до. Например, эта железная дорога жизни. Строился он 12 суток, хотя по приказу отвели 17. Строился он под постоянными непрерывными обстрелами со стороны противника. Вот мы видим здесь так называемые Синявинские высоты. Здесь стояли немцы. И они всячески препятствовали закончить строительство данного моста. Этот вагон добавить к составу решено было в годовщину 70-летия Великой Победы. Новая экспозиция повествует о периоде военных лет и о неоценимой роли этого наземного транспорта. За годы войны железнодорожники перевезли 20 миллионов вагонов с солдатами, а также военным грузом. Если выстроить эти эшелоны, то ими по экватору можно четыре раза обернуть всю землю. Приходилось выстраивать солдат вдоль железной дороги в ночное время суток. И они участвовали в роли регулировщиков движения. Уже вскоре героям-железнодорожникам памятное место найдется и в нашей Орловской области. 3 сентября на станции Верховья у нас будет открыт сквер-железнодорожникам, где уже сейчас завершаются работы последние. Там разбиты клумбы, установлены лавочки, там отремонтированы и отреставрирован полностью памятник паровозу. Будет также открыта экспозиция в местном краеведческом музее, посвященный вкладу железнодорожников в победу. И установлен памятник, на котором будут выбиты фамилии жителей Верховья погибших за свободу и независимость нашей Родины. В поезде музея 9 тематических вагонов. Один из них – мобильная площадка инновационных и научных открытий. Тут и модели космодромов, и скафандры, и настоящие метеориты. В уникальной экспозиции у нас присутствует фрагмент Челябинского метеорита, который упал на землю 15 февраля 2013 года. В Курске, откуда прибыл состав, его посетило более полутора тысяч человек. Первые же орловские пассажиры такой экскурсии остались более чем довольны. Все очень реально было. На седьмой платформе Орловского железнодорожного вокзала «Нанопоезд» пробудет три дня. Следующую свою остановку передвижной музей сделает в Калуге. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.